В условиях внешнего давления на Россию одной из ключевых государственных задач является развитие импортозамещающих производств. Особенно важно это для региональных экономик. Сегодня настало время, открывающее массу новых возможностей. И очень важно оперативно, не откладывая ими воспользоваться. В этой связи в Верхневолжье будет реализован крупный инвестпроект, пожалуй, по самому востребованному сейчас направлению. Отечественный IT-производитель приобрел в Твери производственно-логистический комплекс. На новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат. Технологические возможности нового завода в столице Верхневолжья позволят компании выпускать оборудование из существующего продуктового портфеля «Аквариуса». Серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры и принтеры. Накануне состоялась встреча губернатора Игоря Руденя с руководством компании ООО «ПК «Аквариус». Глава региона подчеркнул, при реализации проекта для инвестора должны быть созданы максимально благоприятные условия, предоставлены все возможные меры государственной поддержки. В частности, регион готов оказать инвестору содействие в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, помощь в привлечении федеральной поддержки, предоставить региональные финансовые меры господдержки, включая льготные займы от Фонда развития промышленности Тверской области. Еще одной темой обсуждения стало кадровое обеспечение инвестпроекта, содействие в трудоустройстве молодых IT-специалистов. В рамках реализации инвестиционного проекта на первоначальном этапе будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий до 1500. Совокупные инвестиции в новый проект составляют порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря новому заводу группа компаний рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,5 миллионов устройств.